Выполнили всю программу сбора. Программа очень насыщенная, энергоемкая, то есть и в плане физической подготовки, интенсивности, игровых прождений и уровня работопособности. Ребята показали хороший уровень профессионализма, то есть отработали все от и до, с большим уровнем концентрации в плане выполнения заданий, нагрузок. Было непросто, терпели. Контрольный матч – это как итог работы. Он определяет, как отработал коллектив, как он проявляет свои лучшие качества в этих матчах. Потому что она, честно говоря, была не запланирована. Была запланирована игра 2 по 30 минут, но показалось, что после сбора Кратова с удачной погодой мы можем сыграть контрольный матч. Но все-таки не хватило на второй тайм, на составе второго, потому что не было готовности игроков, которые пропустили много в прошлом году. Молодежь была не адаптирована. Этот матч я даже беру как бы двустороннюю игру. Я его не рассчитываю как на результат. Я не оцениваю, не анализирую, если честно. А вот три матча, когда уже команда была подготовлена, адаптирована к нынешним условиям, реалиям этого сбора, ну, больше дали позитива все-таки. Мы играли с кэппи-командами в уровне стран европейских. Команды, лидирующих групп своих, то есть университет Краева, которая, один из таких старейших клубов именитых Румынии, выиграли 1-0. Вчера игра с командой австрийской Гридинг, команда, идущая 6-7 место, и три очка, отстающие от Лиги Европы. Очень мощная команда, тем более футбол австрийский один из самых старых в Европе, считается первенство. И сборная, которая обыграла, наша сборная в том числе. Поэтому мы-то пока, по крайней мере, до сих пор есть команда 1-й дивизион. И переиграли их. Вчера достаточно хороший мат показали. Ну, к сожалению, не выиграли, но сыграли достойно с этим соперником. И матчи эти были, как бы, не знаю почему, видимо, команда настраивается, может быть, на нас, а может быть, просто так удачно подобранные соперники в очень жесткой борьбе. То есть они не напоминали контрольные матчи больше, напоминали официальные, даже сверх, потому что в феверном дивизионе мы с таким прессивным борьбой и скоростями не сталкиваемся. Все-таки уровень повыше. И молодцы ребята, которые выдержали это, и даже навинали борьбу, инициативу, и владели преимущество вчера, в втором тайме. И несмотря на то, что все жалуются на то, что все-таки усталость, и мышечная достаточно высокая, но, видимо, все-таки же база есть заложена. И учитывая, что австрийцы через неделю начинают первенство, то есть они уже вкатываются в сезон, по идее. Мы их переиграли в том тайме. И физически выглядели лучше, играя против ветра. Вчера был сильный ветер. Ну, и сегодняшний матч с командой Лехпозный, которая идет на третьем месте в первенстве Польши, играла основным составом. И Кадар, защитник сборной Венгрии, Хамалайни, нападающий сборной Финляндии, и другие игроки, иностранцев много достаточно. Клуб такой финансово устойчивый очень в Польше. Приехал президент клуба сегодня на матч. То есть достаточно был высокий антураж. А мы выставили состав, который, ну, как бы не наигрывается у нас. А там были футболисты, которые играли у нас и в основе, но они сегодня не до конца готовы. В том числе и Чуперга, который приехал на сбору поздно с проблемным паспортом. То есть, как бы, ну, первый тайм мы еще привыкали друг к другу в этом сочетании. Мы привыкали к сопернику, потому что мы его не знаем. А второй тайм, коррективы не шли в перерыве, немножко пришлось некоторым повлиять пожестче, которые не до конца выполнили установку. Ну, и опять же, владели инициативой. Забили два гола хороших, в том числе вышел на замену молодой. Тамерлан Джамаладинов забил очень хороший гол, играл в трех игроков и забил встые ворота. Самотверженность играл в том числе. То есть, Мусало вышел, молодой парень. Мы дали возможность молодежи играть на уровне европейского футбола. Практически матч выбрали, два один счет. Ну, вот в конце судья там смотрел, который не был, польская бригада нарушение правил. Ну, два-два. Ну, в любом случае, поляки захотели по финальте определить победителя, но по финальте мы пробили лучше. Ну, то есть, как бы я бы сказал так, контрольный матч, как итог сбора, показали, что мы работаем в целом правильном направлении. Хотя еще масса моментов. В первую очередь, конечно, не физическая готовность, это не проблема, а больше готовности в строение и в структуру игры, совершенствование взаимодействия, правильная игра обороны в атаке. То есть, ну, наша футбольная больше, футбольные проблемы, которые надо, и мы видим, надо совершенствовать в первую очередь. Ну, поэтому в целом, может, он хороший, к счастью, по крайней мере, если на сегодняшний день мы не знаем, не видим, на что есть травмы. Бывает, конечно, после сборов что-то у кого-то вылазит, но пока, пока сегодня, травмы у нас нет. С командой первый сбор провела группа молодых футболистов из НЖ-2. Можете немного оценить по каждому высказать мнение, и поедут ли они с командой с основной на второй сбор, и планы команды на Кубок ФНЛ, будут ли участвовать молодые игроки или основной состав? Ну, вот ребята провели два сбора с нами, и в Кратово, в том числе, Жимуадин, Угасанов, Джанетов, Имисалов. Это группа, которая из НЖ-2. Ну, я бы не хотел кого-то выделить особенным, потому что они отработали все хорошо, нечто по Шамилю Гасанову проблема есть со спиной, достаточно большой, поэтому будем думать, как сейчас выстроить подготовку его, будет с нами ли работать, будет ли работать НЖ-2, или будет обследоваться, это уже мы решение примем, как бы, коллегиально, с врачами посоветовавшись. Вот проблема есть, и он по этому сборку как бы прошел, так мы его лимитировали, эта проблема не давала полную работать и показывать свои лучшие качества. Салов найдет защитник такой боевой, сам по себе жесткий, неуступчивый, с желанием огромным. Ну, надо устраивать тактическое, техническое качество, в первую очередь, совершенствовать его, на этом работать. Ну, хорошим впечатлением, конечно, Мерлан, молодой паренек, который, в принципе, не играл, Ван Ж-2 в составе, ходил больше на замену, но у него есть качество, хорошее, креативное футбол, под стиль игры. И он зарекомендовал себя с хорошей стороны, и сегодня забил очень хороший мяч в команде. Защитникам, которые играют в Европе, в клуб сборной команд своей. И такой гол нестандартный, для них они, я же знаю, ведем, будет обыгрыш, на паузах, таких уже проявит такое незрелое мастерство в этих эпизодах. Поэтому он будет с нами работать на втором сборе, но играя, конечно, параллельно за свою команду, Ан Ж-2, Кубки Фанелла. Кубок Фанеллу мы задачи не ставим, мы ставим задачи, чтобы там наиграли и почувствовали другой уровень футбола наши молодые футболисты, Ан Ж-2. Ну, один, может быть, матч, может быть, два, мы все-таки сыграем каким-то составом нашим, если не будет вариантов каких-то. А так у нас 8-го числа мы играем «Партизан Белград», по предварительной информации. 14-го мы играем чемпионом «Словакия» Жилина Словакия. Вот 19-го, ну, одна из их сильнейших команд, «Казастанок ТВ». То есть командами лидерами своих стран мы играем, и Жилина Партизан — это лучшие команды в своих странах. Мы подбираем, и благодарны, конечно, благодарны органам сборам, подбираем соперников такого хорошего уровня, где мы можем проверить свои качества, и сильные стороны, и слабые стороны, и в чем дальше этих направлений футболистам работать. Поэтому хорошие такие спарринги, три игры, командами хорошего уровня мы сыграем в этом сборе. И у нас, значит, договоренность на последнем, завершающем сборе, завершающем сборе игровом к сезону 26-го мы играем в ФК «Краснодар» и, возможно, в 28-го «Спартак Москва». Еще пока есть информация, но не до конца она еще обозначена. То есть у нас до конца будут спарринги в очень хорошем уровне для нашей команды. Учитывая, что мы до сих пор клуб ФНЛ, поэтому все-таки для нас это хорошая проверка и настрой на сезон.